Эндрю Энрикес, Папа обещает наказать протестантов за проповедь о пророчествах, разоблачающих папство. Откровение 14.9. Библия говорит. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Прямо перед пришествием Христа и перед тем, как Он объявит сказанное в 12 стихе этой главы, здесь терпение святых, по свидетельству Библии, на земле будет насаждаться начертание зверя. Ложная система поклонения с ложным днем поклонения, а именно соблюдение воскресения, станет государственным законом. И государственный воскресный закон, который будет насаждать начертание зверя, уже очень и очень близок. Взглянем со мной на 13 главу книги Откровения. Библия показывает нам конкретный признак того, что начертание зверя скоро будет насаждаться. Откроем в 13 главе книги Откровения, стих 13. Библия сообщает нам, что сатана будет низводить огонь с неба на землю. Что он будет низводить? Огонь с неба на землю. И Библия говорит нам о том, что этот огонь будет обманывать людей, склоняя их сделать образ зверя, то есть сделать образ папства. И именно образ зверя будет учреждать государственный воскресный закон. Откровение 13 глава, 13 стих. Библия говорит, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Заметьте, что делает этот огонь, стих 14. И чудесами, которые он имеет власть творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали, что, друзья, образ зверя или образ папства, который имеет рану от меча и жив. И Библия говорит нам в 15 стихе о том, что именно образ зверя будет насаждать ложный день поклонения. Стих 15 гласит, дословный перевод. И он имел власть вложить жизнь в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Нам нужно обратить внимание на этот огонь, который сатана, по свидетельству Библии, будет низводить с небес. Ибо этот огонь будет обманывать людей, склоняя их к тому, чтобы они сделали образ зверя. Этот огонь будет склонять образ зверя к тому, чтобы тот насаждал ложный день поклонения. И те, кто отказываются принимать этот ложный день поклонения, и эту ложную систему поклонения, по словам Библии, они будут преследоваться. Они не смогут ни покупать, ни продавать, и они будут убиваемы. Что же это за огонь, друзья мои? Все эти процессы начинаются с огня, низводимого сатаной. Что же это за огонь? В нашем изучении Библии мы рассматривали этот огонь сатаны, и мы обнаружили, что этот огонь имеет много проявлений. Но одно несомненное проявление этого сатанинского огня заключается в уничтожении, именно уничтожении. Откроем вместе первую главу книги Иова. Первая глава книги Иова. Друзья, если вы спите, проснитесь. Я не знаю, как можно приходить в церковь и спать. Я этого просто не понимаю. Откроем первую главу книги Иова. Сатана будет низводить огонь с неба. Помните о следующем. Библия показывает, что пока люди спят, сатана приходит сеять свои семена и уходит. А человек продолжает спать. Первая глава книги Иова. Библия здесь говорит, открывает то, что согласуется с 13 главой книги Откровения. А в 13 главе Откровения сатана низводит огонь с неба. И этот огонь вынуждает людей создать образ зверя. Этот огонь вынуждает издать государственный воскресный закон с последующим преследованием тех, кто отказывается поклоняться. Этот огонь сатаны описан здесь, вернее, один из его аспектов. В первой главе книги Иова, в 16 стихе, Библия говорит нам, что сатана низвел огонь с неба. И этот огонь связан с уничтожением. Это понятно, друзья мои? И сатана вдохновил людей верить в то, что именно Бог наводит эти бедствия. Вот почему в 16 стихе этот огонь назван не огнем сатаны, а огнем Божьим. 16 стих гласит. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Как здесь в 16 стихе назван этот огонь? Он назван огнем Божьим. Но кто на самом деле этот огонь низвел? Именно сатана низвел этот огонь, как явствует из 12 стиха. Именно сатана низводит этот огонь с неба. Этот огонь символизирует бедствие. Поэтому в последние дни, согласно 13 главе книги Откровения, стихов с 13 по 15, сатана будет посылать бедствие на эту землю. И мы еще не видели масштабов этих бедствий. Это будет не похоже на все, что мы прежде видели. Сатана будет посылать такие катастрофы на нашу землю, что люди поспешно примут решение создать образ папства и насаждать ложный день поклонения, преследуя всех, кто откажется поклоняться. Мы еще ничего не видели, друзья мои. Сатана наведет крупнейшие бедствия. Вопрос только когда. Мы знаем, что он будет делать, чтобы привести человечество к воскресному закону. Вопрос только когда. Когда сатана низведет огонь с неба? Когда он наведет эти бедствия? Откроем 19 главу книги Бытие. Вопрос заключается только во времени. Пророчество показывает нам время. Когда это будет? Я не говорю о датах, конкретном дне, скажем, 17 января 2015 года и так далее. Мы ищем не даты, а хотим понять события, после которых сатана наведет на землю такие бедствия, которые вынудят людей насаждать государственный воскресный закон и преследовать тех, кто отказывается поклоняться. Это состоится тогда, когда Соединенные Штаты Америки деградируют до самого низкого уровня нравственного состояния, которого еще не было в истории этой страны. Я задам вопрос. Не взводил ли Бог когда-либо огонь с неба, который уничтожал людей? Да, когда и где? В одни Лота. Лот был в Содоме. Каково же было состояние Содома, когда Господь низвел огонь и серу с неба? Каким было состояние Содома? Безнравственность, извращение. Итак, начиная с Соединенных Штатов Америки, сатана будет низводить огонь с неба, и он будет вынуждать людей считать Бога автором этих бедствий. Бог уничтожает Америку и остальные народы, потому что Америка живет так, как Содом. Мы еще не представляем этих бедствий, друзья мои. Они превзойдут все цунами, которые мы видели, все землетрясения, известные нам. Сегодня мы наблюдаем во Флориде за ураганом Эндрю, но мы еще не представляем масштаба этих будущих бедствий, когда сатана низведет этот огонь. Вопрос, каково нравственно состояние Америки сегодня? Улучшается ли оно или ухудшается? Сколько штатов этой страны узаконили извращение, узаконили однополые браки? Взгляните на экран. 36 штатов из 50 уже узаконили Содомию. Уже сделали законным однополые союзы. 36 штатов. Сколько же штатов осталось? 14. Я хочу спросить, не думали ли вы о том, что сатана просто ждет того момента, когда все 50 штатов Америки узаконят Содомию, чтобы взяться за свое дело, низвести огонь с неба, то есть навлечь бедствие на землю, а затем вынудить людей считать Бога источником этих бедствий, считая Его ответственным за то, что многие потеряли средства к существованию, жизни, имущества, потому что страна в целом отступила от Бога. И они примут решение сперва склонить население Америки к поклонению Богу. Но в какой день, друзья? Воскресенье, братья и сестры. А если 36 штатов уже приняли эти законы, то сколько из них осталось? 14. Поэтому я задаю вопрос, насколько мы близки к этим событиям? Насколько мы к ним подошли? Откроем вместе 19 главу книг Бытия. Вот почему я спрашиваю, как можно в это время спать, друзья мои? 36 штатов из 50. Осталось всего 14. Всего лишь 14 штатов. И служители с членами церквей уже говорят, наши бедствия являются результатом нравственного разложения Америки и ее безбожия. Наша единственная надежда обратить эту страну к Богу. 36 штатов. А когда начертание зверя или государственный воскресный закон будет наслаждаться, то испытания придут в первую очередь к нам, к ответившим седьмого дня. И наше решение будет окончательным решением. Окончательным решением. Поскольку именно законами были приняты однополые браки, законами были приняты садомия, лесбиянство и гомосексуализм, то для того, чтобы избавиться от садомии, они вынуждены будут принимать законы и вводить их в действие. Они должны будут узаконить нравственные нормы, как бы узаконить Бога в этой системе. Насколько же мы близки к этому, друзья? Посмотрим вместе на 19 главу Бытия. Вот почему я задаю вопрос. Когда? Когда садона наведет эти бедствия? Когда вся страна станет аморальной? Разве Христос не говорил, как было в одни Лота, то есть в Содоме, так будет и в последние дни? В Содоме царила праздность. Как обстоят дела в Америке? В Содоме люди искали только удовольствий. Чего сегодня люди ищут в Америке? Не только за пределами церкви, но и в пределах церкви. Потому что Павел пишет во втором послании Тимофея, третья глава, стихи с 1 по 5, что в последние дни Божий народ будет иметь вид благочестия, а сами будут любить удовольствие больше, чем Бога. Иметь вид благочестия, отвергаясь силы Его. От таких удаляйся. 19 глава Книги Бытия. Мы рассмотрим стих 4. В этом стихе сказано, «Еще не легли они спать». Это были ангелы, пришедшие к Лотуу в Содом. «Еще не легли они спать». Как городские жители, садомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, весь народ со всех концов города. Не похоже ли это на наше время? От молодого до старого, весь народ со всех концов города. То есть, садомия была узаконена во всех концах города. Сколько штатов сегодня уже узаконили садомию? 36 штатов. Насколько же мы близки к концу, друзья. Посмотрите на то, что случилось вчера, в пятницу. В издании «Нью-Йорк Таймс» сказано за 16 января 2015 года, «Верховный суд Соединенных Штатов Америки собирается узаконить права однополых браков по всей стране». Подумаем, сколько штатов уже узаконили садомию из 50? 36. Какой стороне, по вашему мнению, примкнет Верховный суд? К 36 штатам или к 14 штатам? Как вы думаете? Конечно, к большинству, к 36 штатам. И это решение постараются принять прямо в июне 2015 года. Насколько же мы близки, друзья. Если даже это решение не будет принято, и на национальном уровне садомии однополые браки не будут узаконены, то нам следует считать эту отстрочку как удержание Богом ветров страстей из-за нашей неготовности. Но, друзья мои, наше время благодати и без того продлевается долго, слишком долго. Бог уже не будет так долго, надолго откладывать развитие событий. Время благодати стремительно завершается. Послушайте, что здесь сказано. Эти сведения есть у вас на руках. Прочтите, пожалуйста, всю эту статью из журнала «Тайм» за 15 января. Там сказано, «Как евангелические церкви меняют свое мнение по поводу однополых браков?» Они говорят, «Мы уже потратили все наши ресурсы для борьбы с однополыми браками». Средств борьбы у нас уже не осталось. Единственное, что мы можем сделать, это просто сдаться. Послушайте, что они говорят. В издании новостей за 6 января 2015 года заголовок этой статьи гласит, «Только Бог может устранить однополые браки». Они говорят, «Наша единственная надежда, как протестантов, как евангелических церквей, как христиан, наша единственная надежда на этой земле заключается в том, чтобы обратить эту страну к Богу». Как скоро государственный воскресный закон будет принят, друзья мои? Как скоро? А когда государственный воскресный закон будет принят, и божьи святые откажутся поклоняться и почитать воскресенье, откажутся оставить субботу, Библия говорит нам, и Дух Пророчества говорит, что Божий народ будет объявлен террористами. Мы будем названы возмутителями народа, будем названы экстремистами и фанатиками, врагами государственных законов. «Великая борьба», страница 592. «Соблюдающие Библейскую субботу будут объявлены врагами закона и порядка, разрушителями общественной морали, несущими анархию и разложение. На них будут смотреть, как на главную причину судов Божьих на земле. Их добросовестность и верность будут названы упрямством и непокорностью властям. Их станут обвинять в недовольстве правительством. Скоро ли сатана будет низводить огонь с неба, то есть такие бедствия? Этот огонь также символизирует ложное возрождение, но сегодня не об этом. Насколько же мы близки к концу времени? Те, кто откажется почитать воскресенье, будут объявлены врагами, врагами закона и порядка. И сатана уже начал эту деятельность, используя так называемых мусульманских террористов. Он сейчас вдохновляет своих агентов издать законы, которые устранят нашу религиозную и гражданскую свободы, и даже изобретать смертельные орудия пыток и казней. Сатана использует мусульманских террористов в качестве фона для создания подходящей атмосферы и ситуации. Он ведь знает, что существует только одна группа людей, которая стоит у него на пути к получению полной власти над этим миром. Истинные христиане адвентисты седьмого дня. Заметьте, что сказано в 16 главе книги Бытие. Итак, друзья мои, мы сегодня слышим о мусульманских террористах. Так и мы скоро будем названы террористами. И все, что они применяют в своей борьбе с так называемыми исландскими террористами, будет использовано против народа Божьего, соблюдающего заповеди. Насколько же мы близки, друзья мои? Сколько можно спать? 16 глава книги Бытие, стих 11 говорит об Измаиле и его потомках. Какая религия произошла от потомков Измаила? Ислам, мусульмане. Библия открывает нам пророчество в 11 стихе 16 главы книги Бытие. И сказал ей Агари, ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое. Он будет диким человеком, дословный перевод. Руки его будут против всех, дословный перевод. Прочтем еще раз. Руки его будут против всех. Как же дальше? И руки всех против него. Повторим. И руки всех против него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих. Это пророчество говорит о том, что рука каждого человека будет против Измаила, и рука каждого человека будет против потомков Измаила, или мусульман. Друзья, что произошло на прошлой неделе? Мы слышали о так называемых исламских террористах. Больше 17 человек было убито в издательстве этого журнала под названием Чарли Хепдо. Послушайте, что они говорят, друзья. В службе новостей CNN сказано, целый ряд мировых лидеров присоединяется к демонстрации количеством 3,7 миллионов людей в марше во Франции против терроризма. В борьбе за терроризм. Вы когда-нибудь слышали пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать?» Посмотрите на эту фотографию. Что делают эти лидеры из Германии, из Израиля? Что они делают, друзья? Они держатся за руки в единстве друг с другом. И руки всех людей будут против Ислама в последние дни. Говорит пророчество. Разве вы не видите, что происходит, друзья? Библия показывает нам, и текущие события показывают нам, что библейские пророчества исполняются прямо сейчас. Время благодати близится к концу. Молодежь и родители, время пробудиться духовно. Откроем 24 главу Евангелия от Матфея. Руки всех людей против Ислама. Разве сегодня так не происходит? Будем помнить слова Иисуса о том, что в последние дни будет одна группа людей, которая будет ненавидима всяким народом. Что же это за группа людей? Это Божий, истинный, соблюдающий Его заповеди народ. Мы открываем 24 главу Евангелия от Матфея. Библия говорит нам, друзья, вы только подумайте об этом. Руки всех, мировые лидеры, политические деятели и религиозные лидеры объединяются против Ислама. Но очень скоро направление этого движения изменится. Очень-очень скоро. Насколько мы близки? 24 глава Евангелия от Матфея. Библия говорит нам в этой главе, начиная с 7 стиха, что мы будем читать с 8 стиха. «Все же это», Матфея 24,8, «Все же это начало болезни или печали, и дословный перевод. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы кем? Всеми народами за имя Мое. Против кого же все народы объединятся и очень скоро? Против Божьего народа, соблюдающего Его заповеди. Имеем ли мы веру, которая устоит в такое время? Имеем ли мы духовный опыт, который поможет нам устоять в этих испытаниях? Вот почему мы начали с 14 главы книги Откровения, 12 стиха. Христос однажды объявит, здесь терпение святых, здесь те, кто соблюдает заповеди Божии и веру Иисуса Христа. Почему же все народы объединятся против Божьего народа? Потому что они соблюдают заповеди Божьи, а не заповеди человеческие. Против кого же они обратятся далее, друзья? Я хочу сказать вам, что котел этот уже кипит. Котел этих событий уже кипит, и очень скоро крышка не сможет больше оставаться на нем. Он уже кипит. Послушайте, что этот отступник, Папа Франциск, написал недавно. Здесь вы видите сообщение из службы новостей BBC. Прямо на этой неделе сказано, Папа Франциск говорит, «Свобода совести имеет свои пределы». Если ваши глаза помазаны глазной мазью в изучении Библии и Духопророчества, вы можете понять значение этого высказывания. Папа Франциск говорит, «Свобода слова имеет свои пределы». Друзья мои, здравый смысл подсказывает нам, либо мы имеем свободу, либо не имеем ее. Кто же такой Папа, чтобы он говорил нам об этих пределах, чтобы он показывал нам наши пределы и границы? Нам нужно понять, друзья, что каждый Папа вместе с самой системой Папства стремится уничтожить свободу совести. Цель – уничтожение религиозной свободы и гражданской свободы. Что же он здесь говорит? Говорит, практически, ваша свобода уже отнимается от вас. Прислушайтесь к этому. Здесь говорится о том, что ваша свобода совести в этой стране быстро тает. Послушайте, что сказано в книге «Великая борьба», страница 564. Вы сейчас узнаете, почему сатана ненавидит эту книгу. Цитирую, «Конституция Соединенных Штатов гарантирует свободу совести. Нет ничего более ценного и фундаментального». Папа Пий IX в своей энциклике от 15 августа 1854 года заявил, «Абсурдные и ошибочные доктрины или бредовые учения, защищающие свободу совести, является самой опасной ересью. Это чума, которой более всего прочего следует страшиться в государстве». Тот же самый Папа в энциклике от 8 декабря 1864 года предал анафеме, то есть исключил из церкви, преследовал, пытал и позорил, то есть предавал анафеме тех, кто отстаивает свободу совести и религии, а также всех, кто считает, что церковь не должна применять силу. Почему же Папа сегодня говорит, «Ваша свобода уже на исходе?» Мы уже читали о том, что папство проявляет терпимость там, где оно бессильно что-либо сделать, но очень скоро оно восстановит свою утерянную силу. Еще раз повторим, папство терпимо там, где оно бессильно, но скоро оно восстановит свою силу. Далее сказано, цитирую, «Примирительный тон Рима в Соединенных Штатах не свидетельствует о перемене настроений в папстве». То есть папство вовсе не изменилось. Что сказал предыдущий папа? Он говорит, «Вы не заслуживаете свободы совести». Поэтому, когда папа на прошлой неделе сказал, «Свобода слова имеет свои пределы», то что он тем самым нам говорит? Он говорит, «Ваша религиозная и гражданская свобода уже недолго будут с вами. Время близко». Цитирую дальше, «Католическая церковь проявляет терпимость там, где она беспомощна». Заметьте, друзья, что было сказано на CNN на прошлой неделе, 16 января. Папа Франциск сказал, «Свободное выражение своей веры не является правом оскорблять веру других». И он говорит об этом, как бы защищая ислам. Но на самом деле он не защищает ислам. А он говорит, «Не думайте даже иметь свободу слова, которая позволила бы вам говорить что-то против нашей церкви». Но, друзья мои, что будет происходить, когда Божьи верные проповедники будут возвещать принципы трехангельской вести из 14 главы книги Откровения, когда они будут говорить о пророчествах Даниила и книге Откровения, которые разоблачают тайны Вавилона, то есть разоблачают папство, а также дочерей Вавилона, ее падших дочерей, баптистов, пятидесятников и так далее. Что по свидетельству Бога они будут делать с нами? Почитаем об этом из книги «Великая борьба», страница 592. «В законодательных собраниях и судах люди, соблюдающие заповеди, будут оклеветаны и осуждены. Их слова извратят, а все побуждения и поступки истолкуют самым наихудшим образом». Разве не так обходилось с самим Христом? Открою вместе двадцать третью главу Евангелия от Луки. Папа говорит, «Вы о свободе совести вы о свободе даже не мечтаете, она имеет свои пределы». Где же эти пределы? Ваша свобода в высказывании имеет пределы. Где же они? Ответ, «Вы будете иметь свободу, только если не будете обличать нашу церковь». Вот ответ. Линия фронта уже проведена. Вопрос такой, вооружен ли духовным всеоружием народ, называющий себя Божьим? Готов ли он к этим событиям? Шестая глава официанам. Имеете ли вы это всеоружие? Двадцатретья глава Евангелия от Луки, стих первый. «И поднялось все множество их и провели его к Пилату и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он мы нашли, что он мы нашли, что он что делает? Развращает народ». Исказали ли они слова Христа? Он сказал, что разрушит этот храм за три дня. Исказили ли они слова Христа? В Евангелии от Иоанна, пятнадцатая глава, десятое стих, сам Христос говорит, «Раб не больше Господина Своего. Если Меня отвергали, будут отвергать и вас. Если Мое Слово принимали, будут принимать и ваше». Отвергали ли они Христа? Исказали ли они Его слова? Что же будет происходить с нами? И начали обвинять Его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю». Вспомните, разве не в Евангелиях Христос говорит, «Отдавайте кесарево, а Божье Богу». Что же в этом наставлении является главным? Поклонение. Мы нашли, что этот человек развращает народ наш и запрещает народу поклоняться кесарю. Вот так было сказано. Кем же был кесарь? Он был императором Рима. Какой день поклонения Рим распространил по всему миру? В воскресенье откроем 24 главу «Деяний». Что же будет происходить с Божьим народом в последние дни, друзья? Деяние 24 глава. «Искажению подвергнутся слова и свидетельства святых». «Деяний». Самые наихудшие мотивы будут приписаны их поступкам. В 24 главе 5 стих показывает нам, что даже Павел переживал то, что переживал Христос. Библия повествует, что враги говорили про Павла следующее. Цитирую. «Найдя этого человека, то есть Павла, язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной». Искажали ли они слова Павла? Представляли ли они его в ложном свете, извращая его мотив? Как было со Христом и Павлом, так будут поступать и с нами в эти последние дни. Если вы понимаете это, скажите «Аминь». Но знаете, как говорят многие люди? «Пастор, если такое будет происходить, если нас будут преследовать из-за нашей веры в истину Божью, из-за того, что мы возвещаем о пророчествах последнего времени, если нас будут гнать, то в конечном итоге нас, у нас даже детей могут отобрать, а нас бросить в мрачные застенки или на растерзание диким зверям, если такое будет наша доля за то, что мы любим Бога, то скажите, пастор, может быть, нам нужно молчать? Открою вместе пятую главу книги Деяния. Может быть, нам замолчать? Именно так многие из нас и желают поступить, сбежать и укрыться где-то в уголке. Нет, друзья мои, мы встанем за истину смело и решительно, пребывая во Христе и Сути, во Его силе. Христос тоже мог отступить. Разве Он не знал, что Его ожидает крест? Что же Он сделал? Чтобы спасти нас, Он пошел вперед. Он держал лицо свое как кремень. И Исаия пишет о том, что должно быть нашим опытом тоже, друзья мои. Пятая глава Деяния, стих 27. «Власть имущие привели Петра и апостолов в суд». Заметьте, каким был их ответ. Деяние 5.27 «Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепляучить о имени всем?» «И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Прочтем 29 стих. «Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Послушайте, что здесь сказано. Мы прочтем одно предложение над этой фотографией. Папа Франциск говорит, «Свобода совести имеет пределы». Подпись под фотографией гласит, «Пантифик, то есть Папа Франциск, сказал журналистам, что его помощнику следует ожидать удара, если он будет проклинать его мать». Друзья мои, нам нужно понять, что этот Папа не просто поговорками бросается. Он говорит, что духовное лицо, носящее титул наместника Христова или самого Бога на земле. Он говорит людям, «Если вы будете хулить мою мать, вы узнаете вкус моего кулака». Вы почувствуете мой кулак на себе. Заметьте, друзья, как он говорит, «Похулив мою мать, вы получите от меня удар». О какой матери может идти речь? Только о его биологической матери? Нужно понять это, друзья. Папство считает Деву Марию своей матери. Будем рассуждать дальше. Они также верят в то, что согласно новостям от BBC, они также верят в то, что римская католическая церковь это церковь мать всех церквей. Поэтому когда папа говорит, высказываясь против моей матери, вы получите от меня удар, фактически он говорит, если вы будете проповедовать то, что разоблачает римский католицизм, вы узнаете, что такое кулак преследований. Кулак преследований. Если вы будете проповедовать, разоблачая римский католицизм. Друзья мои, что случилось с вальденцами, когда они разоблачали римский католицизм? Что случилось с протестантами, христианами реформатами? Реформаторами, узнали ли они, что такое кулак преследований? Но, друзья мои, продолжали ли они отстаивать истину, несмотря на это? Послушайте, что сказано в первом томе свидетельств для церкви, страница 372. Цитирую. И снова мне был показан Мартин Лютер, которого Бог воздвиг для особого дела. Лютер был избранным Божьим орудием, призванным сорвать покров лицемерия с папской церкви и разоблачить ее испорченность. были изданы воззвания, призывающие убить Лютера там, где он будет найден, и казалось, что он отдан на милость суеверному народу, повинующемуся главе римской церкви. Однако Лютер не дорожил своей жизнью. Он знал, что ему повсюду угрожает опасность, однако это не приводило его в трепет. Здесь сказано, что Лютер и другие протестанты и реформаторы не променяли свою решимость разоблачать папство, открывая его таким, какое оно есть. А папство ничто так не презирает, как разоблачение его таким, какое оно есть. 18 глава книги Откровения. Вы открываете эту главу? Друзья, нам нужно усвоить, что протестантская реформация не закончилась с Мартином Лютером. Она должна продолжать свою деятельность до самого конца времени. Знаете ли вы, что это деноминация церкви адвентистов седьмого дня? Молодые и взрослые, мы все призваны продолжать дело протестантской реформации. А один из принципов протестантской реформации заключается в том, чтобы определить и назвать мать всем блудницам земным, кто это такая. из 14 главы книги Откровения и 17 главы и 18 главы этой книги. И не только распознать, кто это, назвать своим именем, но также и разоблачать ее мерзости. Но служители и члены церкви адвентистов седьмого дня даже в уроках субботней школы говорят, мы не знаем, кому принадлежит число 666 из 13 главы книги Откровения 18 Мы не знаем, кто такой человек греха. Что происходит, друзья мои? Если мы будем следовать за такими лидерами, мы присоедимся к Вавилону и не сможем быть частью завершающего движения протестантской реформации. 18 глава книги Откровений. Взглянем на принципиальные составляющие последней вести, которая будет возвещаться миру, читая с первого стиха. После всего увидел я иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон!» Великая блудница сделалась жилищем бесов, жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Итак, задачей последней вести, посылаемой миру, отчасти является разоблачение мерзостей матери-блудницы, то есть римского католицизма и даже ее дочерей, падших церквей, баптистов, пресвятерян и других. Такова неотъемлемая часть нашей вести. Позвольте вам сказать, когда мир услышит эту весть, это разоблачение матери-блудниц и ее дочерей, Библия говорит, что многие оставят Вавилон, и они присоединятся к Божьему народу, соблюдающему заповедь. Поэтому не бойтесь проповедовать эту весть, не нужно бояться. Стих 4, Библия говорит, со 2-го стиха, «Яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». И в 4-м стихе, «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Так выйдут ли люди из этой системы в ответ на это разоблачение? Что они услышат, чтобы выйти? Они услышат, что Вавилон пал, пал и стал жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, демону, пристанищем всякой нечистой отвратительной птице. Именно эта весть, эта весть выведет народ из Вавилона к Божьему остатку. Но сегодня многие говорят, «Все, что нам нужно проповедовать церкви и миру, это проповедовать только Иисуса, проповедовать только о любви Иисуса, говорить людям только одно, Христос любит вас». Я хочу сказать вам, что каждое воскресенье народ в Вавилоне слышит эти слова, «Иисус любит вас». И они продолжают ходить в те же церкви Вавилона. И существует даже целая организация, которая к этому ведет, в адвентистской церкви, она называется «Движение единого проекта» Алекс Брайан, Сэм Лейно и остальные. Они говорят, нам нужно оставить наши доктрины, не проповедовать о святилище, не проповедовать трехангельскую весть, не проповедовать о начертании зверя, не проповедовать о следственном суде, не проповедовать о реформе одежды, не о реформе здоровья. Проповедовать нужно только Иисус. Статья в журнале «Спектрум» говорит, заголовок «Единый проект». Опасность или благословение? В Слове Божьем мы увидим, что это опасно. Заметьте, что говорится в книге «Великая борьба», страница 606. Так будет проповедана весть третьего ангела. Работники будут приготовлены к этому труду скорее через помазание Духом Божьим, нежели специальным образованием. Движимые священным усердием, мужи, веры и молитвы станут возвещать то, что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут разоблачены. Ужасные последствия навязывания церковных постановлений силой гражданской власти, наступления спиритизма, незаметное, но быстрое распространение папской власти, все будет разоблачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. пасторам. И они пойдут к своим пасторам и скажут, правда ли это? А пастор ответит, не беспокойтесь, не слушайте адвентистов, это фанатики, это культ, но люди скажут, покажите нам это из Библии, покажите их заблуждение. И поскольку они этого сделать не смогут, не смогут показать ошибок в нашей вере из Библии, как сказано в Великой Борьбе, подобно фарисеям, пасторы Вавилона станут преследовать истинный адвентисты, народ адвентистов седьмого дня. Так какая же весть вызовет народ из Вавилона? Какая? Здесь сказано, друзья, грехи Вавилона будут разоблачены, все мерзости будут раскрыты. Насколько же мы близки к этому кризису? Вот почему я с самого начала сказал, что прямо перед пришествием Христа и после насаждения и начертания зверя Христос объявит такие слова из 14 главы книги Откровения, стих 12. Вот терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Бога и веру Иисуса, дословный перевод. Они соблюдают заповеди Бога, а не заповеди человеческие. Вы скажете аминь? А скажете ли вы аминь на такое высказывание? Они соблюдают заповеди Божьи, а не лукавую политику церкви. Вот что сказано в книге Деяния апостолов, страница 68. Цитирую, слова так говорит Господь не должны подменяться словами так говорит церковь или так говорит государство. Вот терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Бога. Чтобы нам соблюдать заповеди Бога, мы сперва должны принять заповеди Божьи и принять эти заповеди такими, какими Бог нам дает Вот эти заповеди. Бог изрек эти заповеди. Затем, как говорит Библия, Бог записал эти заповеди, 10 заповедей, на двух каменных скрижалях. Послушайте меня, пожалуйста. Изречение 10 заповедей и запись этих заповедей на двух каменных скрижалях символизирует запись этих заповедей на наших сердцах. Друзья, если мы не будем иметь этого опыта, Христос не сможет сказать, указывая на нас, вот терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Божьи. Эти заповеди должны быть записаны на наших сердцах, а не просто на скрижалях или в Библии. Откроем 2 Коринфянам 3 главу. Вы открываете эту главу вместе со мной? 2 Коринфянам 3 глава. Иисус Христос скоро придет. Нам нужно иметь такой опыт, при котором Христос может сказать нам, вот терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Бога. Чтобы соблюдать их, нам нужно их принять. 2 Коринфянам 3 глава, стих 3. Библия говорит, цитирую, Вы показываете собою, что вы, письмо Христово, через служение наше написанное, не тернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Когда Христос записал заповеди на тех двух скрижалях каменных, это указывало на то, что Христос желает записать эти заповеди на плотяных скрижалях сердца. И те, кто позволяет Иисусу записать эти 10 заповедей на своем сердце, только эти люди могут быть названы детьми Божьими. Ваша принадлежность к деноминации ничего не значит. Ваше посещение церкви ничего не значит, не решит. Ваше присутствие на всех служениях не поможет. Ваше происхождение родословное тоже. Вопрос только в том, имеете ли вы закон Божий, записанный в вашем сердце, в вашем уме. В восьмой главе послания к евреям мы откроем, там есть интересное кое-что. Вот терпение святых, вот те, кто соблюдают заповеди Божии. Они позволяют Христу явить заповеди, 10 заповедей или черты Его характера в их жизни. Восьмая глава послания к евреям. Библия говорит нам в восьмом стихе о тех, кто не состоит, в отличие от предыдущих, в Новом Завете. Цитирую восьмой стих. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что... Почему? Потому что они не прибыли в том завете Моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Разве они не называли себя особым именем? Они назывались Израилем, евреями, называли себя Божьим народом. Но последняя фраза девятого стиха гласит, «Потому что они не прибыли в том завете Моем, и я пренебрег их». Кем вы себя называете? Я имею в виду вашу принадлежность к церкви. Если вы не позволите Иисусу записать свой характер в 10 заповедей, в ваше сердце, чтобы поступать так, как и Он поступал, Он принадлежит вами точно так же. Да, пробуди нас, Дух Святой. Стих 10. «Вот завет, — сказал Иисус, — который я заключу с Домом Израилем после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы Мои в мысли их, — Новый завет, — вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим народом. Нам необходимо иметь 10 заповедей, записанными в наших сердцах. А если мы не примем все 10 заповедей, Бог не сможет назвать нас Своим народом». Что вы имеете в виду, пастор? Многие говорят, «Да, я принимаю пятую заповедь». Что она гласит? «Почитай Отца твоего и Мать твою». Да, я принимаю эту заповедь, но когда Бог говорит, «А как насчет субботы? Позволишь ли ты мне записать четвертую заповедь в твоем сердце?» Кто-то скажет, «Нет, я не верю в нее». Друзья мои, мы либо примем все 10 заповедей, либо ни одной. Послание Якова 2.10 «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Многие соглашаются с восьмой заповедью. Она гласит, «Не кради». «Да, я принимаю эту заповедь», — скажет кто-то. «Хорошую заповедь, не кради». Но когда Иисус скажет, «Позволишь ли ты мне записать седьмую заповедь в твоем сердце?» «Не прелюбодействуй». Многие отворачиваются. Почему? Потому что многие любят блудить. Многие любят обниматься, целоваться и сближаться, не будучи в браке. Блуд, друзья мои, прелюбодеяние. И речь идет не только о физическом прелюбодеянии, но также и о духовном прелюбодеянии. Послание Якова 4, 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иисус говорит, «Я желаю записать не одну и не две, а все свои десять заповедей в своем сердце». Первая заповедь гласит, «Да не будут у тебя других богов». Почему? «Ибо Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя иных богов». Готовы ли вы принять эту заповедь, друзья мои? Или вы любите рабство, рабство греха? Вот терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Божьи. Заповедь вторая, «Не сотвори себе кумира и не поклоняйся им». Многие из нас поклоняются даже своим детям в ущерб следованию за Христом. Даже муж и жена могут быть таким заменителем. Мы создаем многих кумиров в различных формах. Третья заповедь, «Не произноси имени Господа Бога твое напрасно». О да, у этой заповеди множество применений. Одно из них, это когда вы называете себя христианином, нарекаясь именем Христа, но напрасно, потому что живете хуже беса. Позволите ли вы Христу записать эту заповедь на вашем сердце? Затем следует заповедь о субботе. Как вы соблюдаете субботу, друзья? Где ваши мысли в это время? Ведь, друзья мои, если мы не будем ходить во всех этих заповедях, то мы не сможем вообще соблюдать их. Шестая заповедь, «Не убивать». Что такое реформа здоровья? Извращенный аппетит приводит к медленной смерти. «Не убивай!» Как вы отзываетесь о друге, о соседе, о братьях в церкви? Не искажаете ли вы характер людей? Мы соблюдаем либо все, либо ничего. Девятая заповедь, не лжесвидетельствую. Многие из нас просто лжецы. Многие просто лгут, даже не понимая этого. Потому что мы привыкли лгать. И это жалкое зрелище. Настало время принять все заповеди. Не завидуй. Вот терпение святых, вот те, кто находится в истинном завете со Христом, кто позволяет Иисусу Христу записать свой характер, свой закон на их сердце. Это те, кто получает победу над грехом. И многие из нас сейчас чувствуют себя неуютно. Но славьте Бога за то, что вы чувствуете это неудобство. Знаете, друзья, что Христос желает только вашего спасения. Но многие из нас живут ложью. Снимите же маски. Мужья, посмотрите на своих жен. Признайте свои ошибки. Зачем ходить туда-сюда с Библией в руках, притворяясь святым? Снимите маски, друзья, жены, матери. Взгляните на своих детей. Посмотрите на свои семьи. Вы знаете, что вы не готовы. Так прекратите же играть в опасные игры, играть в религию. Не нужно тратить свое время на пустое. Снимите маски. Многие знают, что ведут себя грубо в семье. Вы знаете, что вы не являетесь духовными людьми. Кого вы пытаетесь обмануть, посещая церковь? Вас даже могут уважать, аплодировать вам. Но как Бог смотрит на вас? Снимите маски, друзья. Скажите, Господи, вот я. Я открытая книга для тебя. Мне нужна твоя помощь. Мужья, пережили ли вы обращение? Жены, пережили ли вы обращение? Настало время снять маски. Молодежь, не стоит себя обманывать. Вы знаете, что вы не пережили обращение. Вы знаете, что все то, что вы делаете, когда никто не видит вас. Неужели вы и в самом деле считаете себя готовыми к смерти? Как вы можете быть готовыми умереть за Христа, если вы не живете для Христа? Как вы можете быть готовыми устоять тогда, когда будет наслаждаться на читание зверя, если вы не можете устоять сейчас, когда мы слышим повсюду мир и безопасность? Как это возможно? Как? Христос никогда не объявит, смотря на нас, вот терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Бога. Если мы своевольно будем нарушать эти же заповеди. Откроем Евангелие от Луки, 11 главу. Я хочу в этой главе кое-что показать. Мы открываем 11 главу Евангелия от Луки. Здесь терпение святых, здесь те, кто соблюдает заповеди Бога. Библия говорит, друзья мои, что Христос желает записать эти заповеди на наших сердцах. И те, кто позволит Ему записать не одну, не только одну, принимая только одну, а кто примет все эти заповеди. И будем помнить, что Божьи 10 заповедей по словам Псалма 118, эти принципы чрезвычайно широки. Именно вам предстоит одержать победу над грехом, если только вы позволите Христу записать свое слово в вашем сердце, говоря свое слово, посылая свой свет в ваше сердце. 11 глава Луки, 20 стих. «Если же я, — говорит Христос, — если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Подождите, Иисус говорит о том, что Он изгоняет бесов перстом Божьим? Что Христос записал этим же перстом? Библия гласит, что Он записал 10 заповедей Своим же перстом. И Библия говорит, что Своим же перстом Он изгоняет бесов. Что же это значит? Когда мы позволяем Христу записывать свои заповеди в нашем сердце, Его перстом, то тем самым Иисус делает в наших сердцах что? Он изгоняет бесов из нашей жизни. Откроем 12 главу Евангелия от Матфея. Матфея 12 глава, 28 стих. Библия говорит, словами Христа, «Если же я, говорит Христос, если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Христос желает дать нам такой опыт, что все, без исключения бесы, перестанут влиять в нашу жизнь и убегут от нас навеки. Когда что-то пишут на камне, говоря обыденными образами, вы слышали фразу, «Это написано на камне». Это значит, что это уже невозможно изменить написанное. Когда что-то выбито или выгравировано на камне, это уже навсегда. Что же Христос написал до двух каменных скрижаней? Десять заповедей. Это было прообразом чего? Того, что Христос желает записать в наших умах и сердцах свой закон. Десять заповедей. А когда Он запишет десять заповедей, там Он желает, чтобы они остались там, как долго? Навсегда. И одновременно с этим, что Христос удаляет из нашей жизни? Блияние бесов. Он изгоняет их навсегда. Да, Христос не поступает с нами так, что дает нам победу сегодня, а завтра мы снова во власти греха. Если такое происходит, то мы сами заигрываем с дьяволом. Он дает вечную победу. И Он желает дать нам этот опыт, чтобы мы помогли в этом другим. Каково состояние тех, кто в Вавилоне? Книга Откровения, 18 глава, 2 стих. Вавилон пал, пал и сделался жилищем бесов, демонов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Так кто же занимает умы и внимание людей в Вавилоне? Бесы. Бесы их занимают. Вавилон пал. Откроем 14 главу книги Исаии. Вы открываете? Вавилон пал. Вавилон исполнен бесов, друзья. Я хочу вам сказать, что даже как и люди в баптистских церквях, как люди и в Вавилоне, люди в мусульманских религиях, как индуисты, точно так же, как люди там подвержены влиянию бесов, так и многие из нас здесь тоже. Вавилон пал. Послушайте меня, пожалуйста. Мы ведь желаем помочь людям, верно? Послушайте меня. Если мы желаем помочь людям обрести силу для свободы от бесов в их жизни, чтобы удалить бесов из их жизни, нам нужно понять, как бесы туда попали с самого начала, как дьявол там хозяйничает. В этом заключается задача медико-миссионерского служения. Такова задача медико-миссионеров. Прежде чем найти лекарство, нужно установить диагноз. Вавилон пал. Вавилон пал, там бесы. Послушайте, Люцифер не спал с неба и стал дьяволом. Существует ли здесь какая-то связь? Что послужило причиной падения Люцифера? По этой же причине пал его в Вавилон и наполнился бесами. Вот почему многие из нас также одержимы бесами. Что послужило падением Люцифера? Гордость, да, своей воли. Что еще? Библия говорит, что Люцифер направил свою волю против Бога. Откроем 14 главу книги Исаии. Друзья мои, Люцифер направил свою волю, свой выбор, свою волю против Бога, свое сердце против Божьих десяти заповедей. Почему же люди в Вавилоне, почему люди даже в церкви адвентистов седьмого дня одержимы бесами? Потому что мы направляем свою волю, свой выбор против Божьих десяти заповедей. В результате бесы владеют нами. Если мы поймем, что именно привело бесов в нашу среду и приводит, то мы узнаем с Божьей помощью, как их отсюда изгнать. Книга Исаии, 14 глава, стих 12. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. Ибо говорил в сердце своем, взойду, вы видите причины, взойду на небо, выше звезд Божьих я вознесу престол мой, или мое правление, или мой закон. Сяду на горе в санме богов, я сяду, или в церкви, на краю севера, я сделаю то, я сделаю это. Люцифер пал, потому что свою волю противопоставил воле Божьей, а свои принципы Божьему закону, свои традиции Божьим стандартам. Послушайте меня, Адвентист 7 дня. Когда мы противопоставляем свою волю Божьему закону, Божьим стандартам реформы, мы тем самым отдаем себя во власть бесов. Если мы не изменим своего решения, то как пал Люцифер, так пойдем и мы. Я хочу сказать вам правду. Люцифер противопоставил свою волю Богу, и он пал. Вавилон тоже пал. Как же мы можем помочь этим людям? Единственный способ заключается в том, чтобы свою волю поместить на сторону Бога. Послушайте, что говорится в книге «Путь ко Христу», страница 47. Заметьте, это высказано для себя. Здесь сказано следующее. Цитирую. «Многие спрашивают, как я могу покориться Богу? Вы желаете вполне отдаться Ему, но вы не имеете достаточно моральной силы, находитесь в рапсе в сомнении, под властью привычек вашей греховной жизни, все ваши обещания и обязательства, подобные песочному замку. Вы не можете контролировать своих мыслей, своих побуждений, своих привязанностей. Сознание своих невыполненных обещаний и утерянных обязательств подрывает вашу уверенность в собственной искренности и заставляет вас думать, что Бог не может вас принять. но вам нет надобности отчаиваться, что вам необходимо понять действительную силу воли. Понять действительную силу воли – это управляющая сила в природе человека, способность решать или избирать. Все зависит от правильного действия воли. способность сделать выбор, дана людям Богом. Они должны пользоваться ею. Вы не можете изменить свое сердце, не можете сами по себе посвятить Богу все свои привязанности, но вы можете сделать выбор уступить Ему, вы можете отдать Ему свою волю, и тогда Он будет совершать в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Здесь терпение святых, друзья. Откроем 14 главу книги Откровения. Здесь те, кто соблюдает заповеди Божьи, и что еще? И веру Иисуса. Друзья мои, прежде чем мы сможем соблюдать веру Иисуса, нам нужно ее принять, веру Иисуса принять. Что сказано в послании к Римлянам, 12 глава, 3 стих? Там сказано, что Бог наделил каждого человека. Вы знаете это? Тогда скажем вместе. Бог наделил каждого человека определенной мерой веры. Но послушайте меня. Эта мера веры, которую Христос дал вам, должна расти. Эта мера веры, которую Христос дал каждому из нас, должна укрепляться. В противном случае вы не приготовитесь к последним дням истории и к ежедневным испытаниям этого времени. Что же нам нужно переживать, чтобы наша вера возрастала? Вы это знаете? Наша вера будет укрепляться, когда мы будем проходить через испытания. В свидетельствах для церкви, страница 67, третий том, сказано, без креста нет венца. И снова скажем, без креста, если вы забудете все, то запомните хотя бы это, без креста нет венца. Как может человек укрепиться в Господе, не переживая испытания? Чтобы увеличивать силу, нужно упражняться, поэтому наша вера будет укрепляться, где она будет развиваться, где она будет расти. Для укрепления веры вы тоже должны попадать в обстоятельства, в которых она будет укрепляться, расти, и развиваться. Здесь терпение святых, здесь те, кто соблюдает заповеди Божьи и веру кого? Веру самого Иисуса. Здесь и сказано веру дьявола, но большинство из нас говорят и показывают, что имеют веру Иисуса, когда на самом деле имеют веру дьявола. Как же нам узнать, какую веру мы имеем, друзья? Откроем вместе вторую главу послания Якова. Потому что Иисус никогда никому не скажет, здесь терпение святых, здесь те, кто соблюдает заповеди Божии и веру Иисуса, если они будут иметь веру дьявола. Пора нам проверить себя, друзья. Пора проверить себя. Какова же вера дьявола? вера дьявола заключается в признании фактов, в простом признании фактов относительно Иисуса. Друзья мои, послушайте, вера дьявола это простое интеллектуальное понимание истины. Я знаю истину, я знаю доктрины, но в это же время сердце остается необращенным. Такова вера дьявола. Вторая глава послания Якова. Мы взглянем на стих 19. Вы уже открыли это место. Библия говорит, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Знает ли дьявола в Иисусе? Откроем вместе 4 главу Евангелия от Луки. Знает ли дьявол Иисус? Знает ли дьявол факты об Иисусе? Знает ли дьявол некоторые доктрины? Да, друзья мои, но дьявол при этом остается необращенным. Такова вера дьявола, друзья мои. И многие из нас имеют такую веру. Я докажу это. В 4 главе Евангелия от Луки сказано о человеке, пришедшем в синагоге в субботу. Сегодня у нас тоже субботу. И что бес говорил через этого человека, одержимого человека? Он говорил Христу, я знаю кто ты. Ты Сын Божий. Знает ли дьявол Иисуса? Этот человек знал факты об Иисусе, но был ли он обращен? Этот человек был исполнен целым легионом бесов. И таково состояние многих из нас сегодня. В книге Желания веков страница 309 сказано, цитирую, во времена Христа одно из величайших человеческих заблуждений состояло в том, что простое согласие с истиной и есть праведность. Та же опасность существует и сегодня. Многие считают себя христианами просто потому, что придерживаются определенных богословских догм. но многие говорят, ведь я верю в фундаментальные доктрины адвентистских седьмого дня. Эта вера не делает вас христианином. Эту веру спокойно может иметь даже сам дьявол. Дьявол тоже верит и трепещет. Друзья, нам нужно себя проверить. Цитирую дальше. Многие считают себя христианами просто потому, что придерживаются определенных богословских догм. Но они не воплощают истину в практическую жизнь. Люди могут использовать, исповедовать веру в истину, но если это не делает их искренними, добрыми мужья, терпеливыми жены, сдержанными молодежь и духовными, то вера становится проклятием для них, а через них проклятием миру. Здесь терпение святых. Снимите маски, друзья. Вы заявляете о своей вере в эти истины, но в вашем доме добры ли вы? В вашем доме? Терпеливы ли вы со своими ближними? Любите ли вы членов своих семей? Молодежь, послушны ли вы своим родителям? Снимите маски. Здесь терпение святых. Здесь те, кто соблюдает заповеди Божьи и веру Иисуса. Что же такое вера Иисуса? Седьмая глава Евангелия от Луки. Откроем вместе. Вы уже открываете эту главу? Возлюбленные нет смысла приходить в церковь спасенных служить и даже смотреть эти проповеди по интернету. Многие думают, что само слушание истины или присутствие на проповеди спасет нас и сделает нас христианами. Нет, друзья мои, нам нужно все покорить Христу. Прекратите играть в религию. Вы знаете, почему я могу не спать ночами иногда? Я слышу в своем уме, вспоминаю снова и снова о словах из Духа пророчества, цитирую, даже один из двадцати, даже один из двадцати членов церкви не готов к смерти и первому воскресенью или ко встрече Иисуса Христа в мире и спокойствии. Даже один из двадцати не готов. Сколько человек здесь нас сегодня? Но даже один из двадцати не готов. Лучше нам прямо сейчас перестать играть в религию. Один из двадцати не готов. Поэтому нам нужна вера Иисуса, а не вера дьявола. Знание истины и необращенное сердце при этом знании нас не спасает, друзья. Седьмая глава Евангелия от Луки. Что же такое вера Иисуса? Во-первых, вера Иисуса заключается в том, что Божье благословение, Божье обещание исполнится в вашей жизни в нужное время, если вы выполните условия. Пока вы будете выполнять его условия, вера Иисуса, уверенность в Божьих благословениях, которые будут вашими в нужное время, пока вы будете исполнять условия. Каково же условие? Условие простое. Покорность сердца Господу. Седьмая глава Евангелия от Луки. Раб римского сотника был болен. Будем читать со мной с 4-го стиха. Цитирую. Старейшины иудейские, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря, Он достоин, чтобы ты сделал для Него это. Но когда сам сотник услышал о приближении Христа, друзья, то сам сотник послал сказать Иисусу через Свои слуг, знаете что? Говорит Господи, я недостоин. Это убеждает меня в том, что старейшины иудейские не понимали, как приближаться к Богу, чтобы получить от Него благословение. Они говорили, Он достоин, благослови Его. Но сам сотник сказал, я недостоин. И когда он сказал, я недостоин, это показало, что он все отдает Богу. Он всю жизнь посвятил, отдал Богу. Он выполнил условия. Я недостоин быть хозяином своей жизни. Это вера Иисуса. Посмотрите, друзья, что сказано здесь в 6 стихе. Иисус пошел с ними, Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, Господи, признал ли он Христа Богом? Он признал Христа Богом. Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Этот сотник знал, что он недостоин. И когда он исполнил это условие, когда он посвятил свою жизнь Богу, он покорился Богу, он выполнил условие. Вы видите, друзья? И теперь он говорит, Господи или Господь, просто скажи слово. Сказал ли Христос слово? Он сказал слово. Был ли слуга сотника исцелен? Вы знаете, что Христос сказал в девятом стихе? В конце стиха он говорит, сказываю вам, что я не нашел такой великой веры. веры. О, друзья мои, не нашел такой великой веры даже в Израиль. Эта вера названа великой. Почему великой? Потому что этот человек исполнил условия. Он соответствовал условиям. Книга работники Евангелия, страница 216. Цитирую. Вот терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Божьи. Я прочту из книги работники Евангелия. Здесь терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Божьи и веру Иисуса. Христос теперь смог посмотреть на своего Отца и сказать, Отче, пошли этому сотнику свои благословения. Почему? Потому что этот человек выполнил условия. Кто из нас желает прорыва и пробуждения? Кто из нас желает освобождения? Я поднимаю обе руки, я в этом числе, я желаю свободы. Кто из нас желает Божьих благословений? Но вера Иисуса в этом смысле, в этом ракурсе означает выполнение условия. Какого же условия? Я не достоин. Ну просто скажи слово. Когда мы покоряемся, послушайте еще немного, когда мы подчиняем Богу всем, то все благословения, обещанные в этой книге, принадлежат нам всякое благословение. Господи, скажи только слово. Просто скажи слово. Но знаете что? Нам нужно также знать, что слово это придет, когда мы в нем больше всего нуждаемся. Благословение придут, когда мы будем нуждаться в них больше всего. Послушайте, что сказано в книге работники Евангелия. Послушайте, страница 266. только тот, кто имеет истинную веру, находится в безопасности от самонадеянности, ибо самонадеянность является сатанинской подделкой веры. Вы знаете, почему Христос не сможет сказать о многих «вот терпение святых, вот те, кто соблюдает заповеди Божии и веру Иисуса?» Потому что многие из нас не имеют веры Иисуса. Вместо нее мы имеем самонадеянность дьявола. Разве не так? Я прочту дальше. Вера полагается на Божие обетования и приносит плод в послушании. Самонадеянность также претендует на исполнение обещаний, но использует их, как это делал сатана, для оправдания беззаконий. Я знаю многих людей, которые отказываются подчиняться Божьим принципам реформы, потому что они говорят, «Бог благословляет меня? У меня хороший дом, у меня хороший автомобиль, некоторые даже имеют свои собственные самолеты, мои дети в благополучии, у меня прекрасная работа, у меня свой бизнес, у меня деньги на счетах, я имею сбережения». Но послушайте, что сказано, самонадеянность также претендует на Божьи обещания, но использует это, как это делал сатана, для оправдания беззакония. но Бог благословляет, кто-то говорит, послушайте, сатана тоже может посылать дары, но только не дар духа. Сатана может посылать благополучие. Что он сказал Христу? «Все земное я отдам тебе, если ты пойдешь и поклонишься мне». Так какая у вас вера, друг мой? Послушайте, что сказано, вера привела бы наших прародителей к доверию любви Божьей и послушанию его заповедям. Послушайте им дальше. Самонадеянность же привела Адама и Еву к нарушению Божьего закона, веруя при этом, что Божья великая любовь спасет их в их грехах, спасет их от последствий их грехов. Снимем же маски, друзья, потому что многие из нас так поступают. Но Бог есть любовь, скажет кто-то. Неужели я погибну, если буду продолжать употреблять мясо? Что если я буду носить мини-юбки? Неужели я погибну? Вы погибете потому, что идете путем непослушания. Кто разумеет, делает добро и не делает тому грех. И Христос пришел спасти нас не в грехе, а от греха. Бог не осуждает невежество людей. Но Он сегодня повелевает всем повсюду покаяться. Да, да. Неужели я погибну, слушая эту свою любимую музыку, кто-то говорит? Друзья, проснитесь, послушайте, что здесь сказано. Цитирую. Разговоры о религии в беспечной форме, молитве бездушевной жажды и живой веры это ничто. Номинальная вера во Христа, которая просто принимает Его как спасителя мира, никогда не сможет принести исцеление нашим душам. Спасительная вера это не просто интеллектуальное согласие с истиной. Недостаточно знать о Христе и верить, что это правда. Нам нужно уверовать во Христа. Единственный вид веры, который принесет нам пользу это та вера, которая постигает Иисуса как личного спасителя, которая принимает Его заслуги на себя. Приняли ли вы Христа как личного спасителя? Личного спасителя от чего? Если вы приняли Его как личного спасителя, это значит, что вы имеете личные грехи свои. И последнее предложение. Многие считают веру убеждением. но спасительная вера это взаимодействие или преобразование. Какое взаимодействие? Спасительная вера это взаимодействие, посредством которого принимающие Христа соединяются с Ним во взаимоотношениях с Заветом. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Спасительная вера это не убеждение, это взаимодействие. Какое взаимодействие? Вы отдаете нечто и принимаете нечто. С кем же должно это взаимодействие в нас произойти, пока не поздно? С Иисусом. Что же нам нужно ему отдать, друзья, наш грех? Что же он даст нам? Прощение, милость, благодать, силу побеждать грех. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что человек отдаст за душу свою? Склоним же голову, друзья, для молитвы. Вот те, кто имеет веру Иисуса. Вера это не убеждение. Спасительная вера это взаимодействие и преобразование. Сегодня, друзья мои, нам нужно пережить это взаимодействие. Никто из ваших ближних не может вас спасти. Даже не думайте об этом. Никто кроме Иисуса не сможет вас спасти. Прямо сейчас спросим у Иисуса, прямо сейчас. Господи, произошло ли у меня это взаимодействие? Господи, я подобен блудному сыну. Я ушел далеко от тебя. Но сегодня я говорю, встану и пойду к отцу моему. Я готов к этому взаимодействовать. Кто сегодня скажет, Господи, я заново отдаю тебе свое сердце? Поднимите, пожалуйста, руки к Иисусу. Даже те, кто смотрит запись, сегодня вам нужно сказать, Господи, я заново отдаю тебе свое сердце. Возлюбленные, очень скоро сладкий голос милости угас. Очень скоро ангел милости удалится от земли, чтобы уже не возвращаться. Очень, очень скоро, друзья мои. Мы знаем, что многие будут думать и говорить, я бы отдал и сделал многое, чтобы услышать голос Божий еще раз. Я отдал бы все прямо сейчас, чтобы услышать от Иисуса слова одобрения. И многие так не услышат эти слова. Они слишком долго растрачивали свою жизнь попусту. И мы знаем, друзья, что с громким, громым, громым голосом они услышат слова от Иисуса слишком поздно. Слишком поздно. Слишком поздно. Когда я был готов спасти вас, вы были слишком заняты своими делами. Когда я занимался вашим спасением, вы были слишком заняты поисками мужа, жены, дома, карьеры, работы, заботами житейскими. Вы были слишком заняты. Заняты здесь, заняты там, а тем временем время благодати окончилось. Поэтому, друзья, нам нужно отдать свои сердца Господу прямо сегодня. Вы знаете, сколько из нас на своих смертных ходрах скажут, Господи, прости меня, Господи, прости меня. И мы читали о том, что многие будут изрекать слова покаяния перед смертью, но напрасно. Это будет напрасно. Кто-то скажет, а как насчет разбойника на кресте? Вы не тот разбойник. Вы сегодня сидите в церкви. Вы не прибиты ко Христу сейчас. Отдайте Богу свое сердце сейчас. Когда умирает христианин, многие говорят, он был таким хорошим христианин, но я бы не был так уверен всегда. Не нужно быть уверенным в этом. Покаяние перед самой смертью это ложная надежда. Отдайте свое сердце Богу прямо сейчас. Испытайте это взаимодействие пока не поздно. Еще чувствуете ли вы свою нужду в особой молитве. Выйдите вперед, оставьте свои стулья, подходите сюда. Спаситель ожидает. Спаситель ждет. Все я отдаю. Давайте споем. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. В уповании и смирении при лицом Его хожу. Покаяние перед смертью, друзья, это ложная надежда. Откуда эта ложная идея пришла? Бог обращается прямо к вам сегодня. Почему вы уверены в том, что мы увидимся в следующую субботу? Возможно, кто-то из вас, я молюсь, чтобы этого не было, но, возможно, попадет в такие обстоятельства, что даже не успеет сказать, «Господи, помоги мне». Кого-то, возможно, мы не увидим в эту субботу. Когда ваша жизнь висит на волоске, то часто молитва, «Господи, помоги мне направляться не к Иисусу, а к дьяволу», потому что многие сделали его своим Господом. Молодежь, мы здесь не шутим. Это не шутки. Я помню, когда в церкви нужно было совершить призыв, мать говорила мне, «Пока ты живешь под моей крышей, ты будешь ходить в церковь. Ты встанешь, одеваешься и идешь в церковь». Я чувствовал себя ужасно, я хотел свободы. Пастор проповедовал, а я спал. Поэтому я знаю, что когда кто-то из вас спит в церкви, то хотя тело ваше находится в этом здании, ваш ум где-то в другом месте с дьяволом и его бесами. Это так. Когда совершались призывы, кто-то меня вытаскивал вперед со словами, «Отдай свое сердце Богу». И, друзья, однажды я решил отдать свое сердце Богу, чтобы угодить своей матери. но у Бога нашлось для меня нечто лучшее. Он сам встретился со мной. И тогда я решил по-настоящему отдать свое сердце Ему. И, друзья, я считаю, что если бы я не отдал свое сердце Богу в тот день, меня бы здесь с вами не было. Не было. И многие из вас знают, что вы будете делать сразу после окончания субботы. Прекратите играть в религию, друзья. Однажды очень скоро вы услышите голос, «Ты огорчил моего духа». «Ты огорчил моего духа». Это не будет громовым голосом. Бог не в огне и не в землетрясении, ни в чем подобном. По окончании субботы многие отправляются в общество дьявола, в его объятия. Друзья мои, я не помню, где это написано, но однажды и очень скоро вы услышите голос, «Ты огорчил моего духа». «Все Иисусу отдаю я». Испытайте это взаимодействие сегодня, друзья. Сегодня. «Все Иисусу отдаю я». «Все ему принадлежу». «Все ему принадлежу» «Все уповании и смирении пред лицом его хожу». «Все я отдаю». «Все я отдаю». «Все тебе, мой искупитель». «Все я отдаю». Отец небесный. Кто сегодня скажет, «Господи, я желаю принять крещение, я хочу изучать Библию, я хочу принять крещение». «Не бойтесь поднять руку высоко». «Есть еще кто-то?» «Я желаю отдать свое сердце Богу». «В марте у нас будет крещение, друзья». «Не пропустите это событие». «И помните, спасительная вера – это не убеждение, это взаимодействие». «И перед наступлением этого крещения, пусть каждый день у вас будет совершаться это взаимодействие с Иисусом». «Отдайте Ему свое сердце, друзья». «Отец Небесный, твой народ приходит к тебе в молитве. Ты видишь тех, кто смотрит нас онлайн, кто поднял свои руки, кто отозвался на этот призыв. Я рад, что мы не можем тебя обмануть. Мы можем обмануть всех вокруг, заслуживая уважения и одобрения от людей, но глубоко внутри, глубоко внутри мы видим свою одержимость. Сегодня, Господь, дорогой, мы не желаем пасть, подобно Люциферу. Мы уже пали низко. Мы не желаем пасть настолько, чтобы умереть второй смертью. С этого момента мы делаем выбор свою волю отдать тебе. И слово твое говорит. И тогда Господь будет производить в вас и желание, и действие по своему благоволению. Господи, приготовь нас к последним дням истории. Приготовь нас, дорогой Господь. Мы окружены признаками конца, и мы не готовы. Мы не готовы духовно. И даже физически мы не находимся там, где нужно. Мы не готовы. Но сегодня мы благодарим тебя за твои обещания. вера вера Иисуса в этом смысле, когда мы полагаемся на все его обетования, и они принадлежат нам. Если мы выполняем условия, я недостоин. Но скажи только слово, дорогой Господь, только скажи слово. И ты сказал слово, и слуга был исцелен. И слова твои были, я не видел такой великой веры, даже среди тех, кто называет себя современным Израилем, адвентистами седьмого дня. Господи, спаси нас от себя самих. И сегодня мы благодарны тебе за твою благодать. Благодарим тебя за твою милость. Благодарим тебя за твою любовь. Спаси нас, дорогой Господь. Помоги нам не ждать смерти, чтобы покаяться. Сегодня мы желаем пережить это преобразование. И сегодня мы принимаем твой мир. Это наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Перевод и озвучивание Кожевникова Павла.